Соединенные Штаты решили воздержаться от отправки войск в Мали. Как заявил глава Пентагона, Вашингтон не обсуждает вопрос отправки военнослужащих для борьбы с исламистами в этом африканском государстве, но готов оказать техническую поддержку французским войскам, прибывшим в Мали в эти выходные. Белый Дум считает военную операцию Франции в Мали чрезвычайно важной. Напомню, накануне ее поддержал Совет Безопасности ООН. Мятежники, вынужденные в результате авиаударов покинуть города на севере Мали, и уже пообещали отомстить Франции за, как они выразились, нападение на ислам. Все подробности у Нины Шамуги. На пятый день военного присутствия Франции в своей бывшей колонии Мали, Париж получил поддержку Совбеза ООН. Французское вмешательство в Мали поддержано всем международным сообществом, начиная с африканских государств. Готовность оказать помощь Франции высказали помимо Великобритании, Германия, Дания и Бельгия, а также Канада и США. Я искренне благодарю их за это. Впрочем, о военном вмешательстве этих стран в конфликт речь пока не идет. Париж заявляет, что не возьмет на себя роль единственного гаранта безопасности в регионе и надеется на подкрепление. Прибытие африканского контингента, санкционированной Совбезом ООН, ожидается лишь через несколько дней. Товарищи по Евросоюзу и НАТО вносят скромную невоенную лепту. Не останется безучастным Вашингтон. В Мали будут направлены инструкторы, чтобы обучить африканских военных. В Пентагоне добавили, что американская помощь включает в себя еще и логистическое посредничество и обмен разведданными. Обещала оказать помощь Бумако и самая большая африканская страна – Алжир. Я приветствую решение Алжира осудить нападение террористических групп на нашу страну. Мы также довольны заверением алжирских властей о полной поддержке Мали в борьбе с исламистами. Но при всем при этом Алжир принял решение закрыть границу с Мали, где ведутся ожесточенные бои. Жертвами пятидневного конфликта уже стали около 200 человек. По данным Human Rights Watch, есть жертвы среди населения. В Кона погибли 10 мирных жителей, в том числе и трое детей. Гуманитарная ситуация в стране ухудшается. Ситуация в Мали очень сложная. Мы наблюдаем массовое переселение людей. Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения. Обстановка Мали обострилась после того, как мятежники начали атаковать позиции правительственных войск в центральной части страны. На помощь властям 10 января прибыли французские военные. На следующий день в Бомаку объявили о введении чрезвычайного положения на всей территории страны и о всеобщей мобилизации. Французские боевые вертолеты и истребители «Мираж-2000» и «Рафаль» наносят удары по тренировочным лагерям, колоннам и складам экстремистов. Нина Шамуги, РТВА.